Это вот кончарные круги. Здесь ребята занимаются глиной, скульптурой, росписью. Директор школы искусств «Радуга» Елизавета Смаркалова показывает новое отремонтированное помещение, которое было отдано творческому коллективу год назад. Школа искусств расположилась на Куйбышево, 81, в бывшем доме купца Василия Шабаева. Здание является памятником архитектуры, долгое время пустовало и давно нуждалось в обновлении. С 1 июля 2022 года одну часть дома Шабаева, где сейчас организована мастерская ремесел, отремонтировали. Открытие состоялось в декабре. Здесь провели новогодние елки с мастер-классами по керамике в перспективе восстановления второго помещения и ремонта фасада со стороны двора. Все, что мы можем сделать сами, мы делаем. Нам помогли спонсоры, спасибо им огромное. Но есть то, что для этого нужна специальная бригада и другие деньги. Поэтому мы обратились в просьбу помочь вот этот угол восстановить. И тогда мы сможем дальше продолжать уже своими силами делать уже дальше работы. Как отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн, которому педагоги обратились за помощью, для начала необходимо провести проектные работы по восстановлению здания. Они укажут на источник частичного разрушения. В дальнейшем это поможет специалистам отремонтировать фасад правильно и в максимально короткие сроки. Вопрос о выделении средств на ремонт оставшихся учебных кабинетов также взят на контроль. В конечном итоге наша задача, чтобы полностью этот замечательный особняк не только снаружи преобразился, но и изменился изнутри. Здесь занимаются более 200 детей с самыми разными направлениями. И лепка, и рисование, и декоративно-прикладное искусство. И знаете, у меня как отцу двоих маленьких детей всегда это очень по сердцу. И я всегда с большой радостью вижу, как люди приобщают малышей к искусству и к прекрасному. В будущем после ремонта на первом этаже здания оборудуют концертный зал со сценой и роялем. Здесь будут проводиться мероприятия для детей, в том числе в рамках проекта «Детская филармония». На втором этаже планируют организовать занятия по изобразительному искусству, вокалу и игре на музыкальных инструментах. После обновления здания здесь могут обучаться до тысяч детей. Ольга Павлова, Петр Паломеев, События. Продолжение следует...